И в эти несколько вечеров я хочу поговорить о небезопасности, то есть когда человек чувствует себя небезопасным, и о своей личности, то есть самой идентификации. Гордость, смирение и духе слуги. О чем я хочу действительно поговорить, это о том, чтобы мы испытывали и достигали Божьей жизни, которую Он приготовил для нас. Чтобы мы нашли себя во Христе. Чтобы вы поняли, кто вы есть на самом деле. И есть только один, у вас личность одна. Не было такого же, как вы, ранее, и не будет никогда такого, как вы. И в Божьем сердце возникло это желание, вот, сделать вас именно такими. И Он создал вас уникальным творением. И все, что Бог делает, имеет цель. Вы здесь не по случайности, то есть, что это ваша работа, или вы там умрете. Но только, на самом деле, немногие верующие, последователи Мессии, которые понимают, что Бог имеет для них. И испытывают это. Понимаете, о чем я? Многие испытывают, на самом деле, очень малую часть того, что Бог может делать в их жизнях. Потому что они не проходят испытания, которые приходят в их жизни. Они проваливают эти испытания. Ну вот, например, Господь уже готов очень сильно благословить вас. Но знаете, что происходит перед этим? Он даст испытания перед этим. И если вы пройдете испытания, Он благословит вас. И если вы проваливаете тест, то вы вокруг этой горы снова ходите, чтобы снова пробовать. Мы знаем пример детей Израиля в пустыне. Это было написано для меня и для вас. Псалом 102, 7 стих. What it says is, God showed his ways to Moses, but the children of Israel only saw his actions. Говорится о том, что Бог показал дела свои Моисею, but children? Are you at a different scripture? Am I at different one? Or is it Psalms 105? Wait, let me look. I'm sorry. It is 103 in your Bible, yeah? Yes, that's the problem sometimes. 102, 7. Wait a minute, let me see. Yeah, 103, verse 7. What is it? It says, he made known his ways to Moses, his acts to the children of Israel. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои. Is it the same? Yeah. Итак, мы будем говорить с вами о Божьих путях. Многие люди видят, что Бог делает, но они на самом деле не знают, кто Он. See? They could pass the test about the Bible. Они могут пройти тест по Библии и могут ответить на 100% на все вопросы мои. But they don't understand God's ways, how He thinks. Но они не понимают Божьих путей и не понимают, как Он думает. И почему Он делает то, что Он делает. But it says, Moisés understood God's ways. Но здесь написано, что Моисей понимал Божьи пути. And the children of Israel only saw the things God was doing. А народ Израилев, он только видел дела, которые Бог совершал. Видите разницу? That's why they were unable to experience everything that God had for them. Вот почему они не могли понять и пережить все, что Бог приготовил для них. So I don't want to talk to you this week just about the things God does. Я не хочу говорить только о вещах, которые Бог делает. I want to talk to you about how He thinks. Я хочу поговорить с вами о том, как Он мыслит. И как Он работает. Я в постоянном служении уже в течение 34 лет. И я понял несколько вещей. И одна из них, что многие люди вообще Бога не понимают. Многие люди в церкви не понимают. Ты знаешь слово? Да, я понял. И многие люди, они просто, ну, они не понимают вообще, что к чему. Они видят Его только, когда Он совершает какое-то чудо. И они бегают из места в место, чтобы просто узнать, увидеть, что Бог делает. Но секрет не в том, чтобы ходить по разным местам и искать того, где Бог что-то делает. Секрет заключается в том, чтобы познавать именно Бога. Познавать, как Он думает. Как Он работает в вашей жизни. Потому что если вы осознаете, что Он, какой Он, то тогда вы можете понимать и исследовать тому, что Он делает, что Он приготовил для вас. Хочу вам дать несколько мест Писания об этом. Второй Коринфянам 5.16. Говорится о том, что мы новое творение в Мессии. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древняя прошла, теперь все новое. Говорится, что мы новое творение по-нормальному. Что я имею в виду? Павел говорит в 16.16, что мы не знаем друг друга по плоти. Что он здесь говорит? И что он имеет в виду? Что когда мы, например, смотрим друг на друга, мы не видим, мы видим друг друга не такими, какие мы есть вот на данный момент. Но мы смотрим друг на друга глазами Духа. И видим друг на друга теми, кем Бог хочет нас сделать. Какая наша судьба? Что Бог хочет для вас сделать? Где Он хочет, чтобы вы были? Если бы я знал вас только такими, какие вы сейчас, и у меня не было бы веры, я бы вас, ну, посадил в тюрьму. Да, посадил бы вас в тюрьму. Потому что я бы, например, ну, относился к вам таким, какие вы вот сейчас. И так Бог приводит сложности в вашу жизнь. Потому что Он хочет, чтобы ваша жизнь потряслась. Чтобы вы не застряли в одной и той же модели. Потому что у Него есть что-то лучшее для вас. Но чтобы измениться, нужно изменить свое мышление. Правильно? Но люди не меняются только от того, что они выходят вперед в церкви, чтобы за них молились. Вы можете принять Ишуа, можете получить исцеление, но ваша жизнь может при этом не измениться абсолютно. Никто, возлагая на вас руки, не изменит вашу жизнь. Многие люди хотят этого моментального ответа. Но это не будет так работать. Я в этом уже 34 года, постоянно, и я обещаю вам, что такого не происходит. Бог изменяет вас тогда, когда изменяется ваше мышление. И моя цель для вас в эти несколько дней, чтобы вы изменили мышление о себе. Мне все равно, или вы сдадите библейский тест, или нет. Мне все равно, или вы вылетите из МДЖБИ. Честно, вот мне все равно. Это не так важно для меня. Может, для других, но не для меня. Я хочу, чтобы вы действительно испытали самое лучшее, что Бог для вас имеет. Вот почему я здесь. Я здесь не потому, что мне больше нечего делать. Ну, чем вот вам давать информацию о Боге, я бы лучше сегодня на рыбалку съездил. Может быть, в шахматы бы сыграл. Барбекю, пиг. Что-нибудь. Но не хочу вот эти вот нудные разговоры о Боге. Имею в виду, что давайте посмотрим, может быть, еще какую-нибудь информацию о Боге. Например, вот Илья жил возле реки. И возле Ерихона. Ерихон в Библии означает Ерихон. И мы знаем из-за европы, что череса важен, потому что он находится рядом с крикой, где он взял бассейн каждый день. Из-за того, что я говорю нонсенс. Я понимаю. Попробуйте, что вы хотите сказать, что вы можете сказать, что вы можете сказать, что вы можете сказать. Окей, говорит, все равно ерунду всякую несу, можно не переводить. Не, серьезно, он так и сказал. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Треп сплошной, в общем. Это нудно. Имею в виду, что это не изменяет вашу жизнь. Не изменяет вашу жизнь. Я хочу то, что меняет жизнь мы. Я хочу переживать по-настоящему Бога, не только видеть, что Он делает. Итак, вопрос. Кто вы есть? Если каждое творение уникальное, то кто вы? Кто вы? Вы знаете, кто вы? Итак, мы поговорим о осознании своей личности в Мессии. В нахождении нашей личности в Господе. Другими словами, будем понимать, как Он нас видит. Укажите друг на друга и скажите... Скажите друг друга, смотри на себя так, как Он на тебя смотрит. Вот сделайте это сейчас. Вот посмотри на себя. Как Он на меня смотрит. Если вы на себя смотрите только своими глазами, именно так, как, ну, с точки зрения простой реальности, то у вас неправильные выводы. Честно, у вас неправильные выводы. У вас очень ограниченный взгляд тогда. Что происходит в нашей жизни, мы испытываем определенные вещи. И по причине этого опыта, мы решаем, что вот это Я. Но и поэтому у нас неправильные выводы. Но только Господь может по-настоящему показать, кто вы есть на самом деле. Вы можете это познать и открыть. И в Коринфянам здесь говорится, что это духовная работа. И здесь говорится, что если мы новое творение, то старое теперь все прошло. И все вещи стали по-новому. Понимаете, о чем я говорю? Это значит, что теперь у нас есть новые возможности. Это значит, что вы теперь не ограничены в своих делах, в том, что вы можете делать. Вы не ограничены в своих чувствованиях по поводу себя. И иногда просто мы смотрим друг на друга своим взглядом или согласно тому поведению, нашему, и это создает определенную коробку вокруг нас. Иногда мы к себе относимся даже более суровее, чем Господь к нам относится. Если вы выросли в доме, где к вам недостаточно хорошо относились, где было, например, много боли, если вы к вам не относились с любовью и уважением, тогда вы будете смотреть на себя определенным образом. Я вырос в доме с отцом, который часто любил унижать. И когда я был молод, мы переезжали с места на место. Я за 12 лет поминал 16 школ где-то. И поэтому я, соответственно, и не очень хорошо учился в школе. Я не был хорошим учеником. Я был проблемным учеником. Я был очень зол. Потому что, когда вам причиняет боль, вы чувствуете отвержение. И когда вы чувствуете отвержение, за отвержение приходит боль. Злость. И когда вы чувствуете эту злость, вы ее изливаете либо на других, либо на себя направляете. Причина, почему люди живут определенным образом, потому что они себя сами наказывают. Я плохой человек. И вот все ошибки, которые совершил в жизни. Стыд приходит. И вот эта вот злость, которая направлена теперь внутрь нас, она становится разрушительной. И самое экстремальное и крайнее выражение этого – это самоубийство. Либо же эта злость распространяется извне на других людей. Я обижен, и поэтому я хочу причинить боль другим. Мы говорим, что обижая, обижай, типа, людей. И так я направляю свою злость на других людей. И крайний случай – это убийство человека в этой злости. Если у меня плохое детство, ну, недостаточно любящие родители, или, например, брак, и кто-то из вас был в браке, в очень негативных отношениях. Ваш супруг или супруга обижал вас, или неправильно относился к вам. И это причиняло боль, и вы чувствуете отвержение. Это производит такое чувство небезопасности, незащищенности. Чем больше есть незащищенности, тем больше пространства для врага действовать в ваших жизнях. И как же действует брак? Он приходит и атакует нас в наши раны. Он атакует ваши слабости. Там, где вам была причинена боль. Библия говорит, что он назван Вильзевул, то есть повелитель мух. А что мухи делают? Они обычно прилетают там, где раны. Иисус сказал, что я пришел исцелить тех, кто болен, у кого вот нарывы. Ну, вот это место, там, где рана, это очень такое нежное и уязвимое место. Это рана. И когда враг приходит, он пытается снова открыть эту рану, чтобы снова болело. И когда у меня боль, нужно с этой болью как бы разрешить эту боль. И если я не могу разобраться с этой болью правильным путем, то я делаю это неправильным путем. И если есть боль, то принимаю лекарства. Но лекарство для некоторых людей – это алкоголь. Для некоторых лекарства – это быть злым и обижать других. Разные люди разные используют медикаменты, чтобы заглушить свою боль. Итак, если мы людям говорим, чтобы они перестали принимать эти лекарства, мы должны исцелить их раной. Поэтому многие люди приходят к Богу, встречаются с Ним, но потом уходят. Потому что они встречаются с болью. И они не знают, что с этим делать. И они возвращаются к старым путям, как они разбирались с этой болью. Это не значит, что это такие плохие люди. Они просто… Ну, у них боль. У них просто боль. Мы должны это понимать. И по причине того, что я имел такую жизнь, и что я плохо учился в школе, я был очень в небезопасном состоянии, незащищенном. И как я на себя смотрел? Как на неудачника. Я думал, что я неудачник. И если вы смотрите на себя, как на неудачника, как же вы будете действовать? Как неудачник. Правильно? Притча говорится, что как человек на себя думает, такого он и есть на самом деле. Итак, если Господь хочет изменить вас, как же он это делает? Он начинает менять ваш взгляд на себя самого. Он начинает говорить вам об истине о вас. Но у нас есть проблема. Мы часто верим, что ложь — это правда. Когда мы слышим истину, мы говорим, «Не может быть, это не может быть правдой обо мне». Правильно? Если бы вы знали, кто я есть на самом деле, вы бы так не говорили. Потому что нам больно. У нас мы чувствуем незащищенными себя. И мы начинаем верить в ту ложь, которая сказана о нас, и принимаем это за правду. Вот я такой. Я глупый. Я неудачник. Я некрасивый. Люди тебя не любят. У тебя никогда не будет того, что тебе нужно. И все эти виды мыслей. Можно сказать, что каждая такая мысль — это как стрела от врага, от дьявола. И что происходит, что когда вы начинаете возрастать в Господе, дьявол это замечает. Он подходит и говорит, «Ой, я слышал, тут мне отчитались, что у тебя оказывается рост духовный, да?» И он пошел, посоветовался с другими бесами. И спрашивает, «Какие вот у человека тут слабости? Где у него, где ему больно? А ну дай посмотреть его прошлое». И он посылает нужных людей, и через них он стреляет. И вот эта ложь, она проникает. «И потом мне больно». И я могу возвращаться к старым путям, как я относился вот к этой боли. И можно сказать, «В чем обман?» Обман заключается в том, что вы верите, что ложь — это правда. Обман заключается в том, что вы верите, что ложь — это правда. И Библия называет это твердынями. Где действует враг? Он действует в твердынях. И Павел говорит, что в духовном мире мы разрушаем твердыни. И разрушаем всякие мысли, которые... И разрушаем каждую мысль, которая превозносится над истиной. Итак, как же Бог изменяет вас? Он говорит вам истину. О вас. Лично о вас. Иногда мы делаем неправильные выводы о себе, основанные на истинных фактах. Когда я был в школе, у меня не удавалось математикой и науке. Точно. И когда мне было 10 лет, учительница очень сильно из-за меня разозлилась, и при всем классе сказала, что ты глупец. И это очень... Это больно. И эта боль становится раной. И от этого происходит неуверенность. И когда есть незащищенность, то есть больше территории для врага, чтобы он мог нас атаковать. И поэтому очень важно вовремя увидеть, в чем ваша незащищенность. Я хочу, чтобы вы подумали об этом в течение этой недели. В чем ваша незащищенность? Потому что обычно нам не нравится об этом думать. Потому что это ассоциируется с болью. Мы не хотим думать о незащищенности. И мы ведем себя, как будто бы ничего нет. Мы покрываем эту незащищенность. И таким образом мир живет. Каждый одевает маску или создает ее. И если у меня есть вот эта незащищенность, то я делаю маску, одевая ее. И мы одеваем маски. Понимаете, о чем я говорю? И я хочу вас благословить на течение этой недели. Я верю, что если вы действительно услышите то, что я имею для вас, то это изменит вашу жизнь. Мне все равно, или вы закончите на отличной МДЖБИ. Потому что, если вы живете с хорошими оценками, но у вас до сих пор есть боль, то, ну, вы не сможете испытать самое лучшее, что Бог имеет для вас. Если это моя жена звонит, скажите, я сегодня с ней не буду разговаривать. Итак, как мы можем измениться? Вы меняем наше мышление о чем-то. Правильно? Если вы выключите, или хотя бы звук выключите, будет хорошо. Хорошо. Это не проблема. Мастер-класс. Хорошо. Вы готовы? Да. Хорошо. Нет, нет проблем. Хорошо. Если вы будете менять, то значит, если вы хотите измениться, это значит, что вы должны поменять свое мышление. Это значит, что вы верите в определенные вещи, которые не есть истина. Если вы верите в все это правильно, если бы вы в все правильно верили, то вы бы сегодня не пришли сюда. 1 Коринфянам, 15 глава. Говорится, что когда Ишуа придет, мы попадем в небеса и там будем знать все. Но мы же все сейчас не знаем. Итак, первое, что Бог будет делать, Он покажет, что вы всего не знаете. И вы должны быть готовыми, чтобы выучить что-то большее. Я встречал многих людей, которые думают так, что они все знают. И для таких Бог ничего не может сделать. Пока, если вы так думаете, то ничего Бог для вас не сделает, пока вы не откроетесь. Потому что, чтобы возрастать, нужно мыслить по-другому. Правильно? Нужно мыслить по-другому. Это значит, что вы должны быть открыты, чтобы понять, что вы думаете неправильно сейчас о каких-то вещах. Нужно понимать, что вы не знаете, не мыслите правильно по поводу всех вещей. В первом Тимофея 1.8 Павел говорит Тимофею о том, чтобы он Павел говорит о том, чтобы он боролся сообразно с бывшим о нем пророчеством. Итак, истинное пророческое слово, которое исходит от Бога, оно скажет истину о вас. Но у Тимофея были определенные незащищенности. Потому что Павел говорит, что Тимофей очень молодой человек. И ему необходимо было говорить старшим людям, что делать. И это заставляло его чувствовать себя небезопасно. Но Павел говорит, все равно действуй и как бы борись в этой войне. Смотри на себя так, как Бог тебя видит. Чтобы ты был той личностью, которой должен быть. потому что иначе у нас есть страх перед людьми. И мы поговорим больше об этом. Потому что небезопасность заставляет нас думать о себе меньше, чем есть на самом деле. хуже. И если я чувствую себя незащищенным, то мне очень важно тогда думать, знать, что люди думают обо мне. А Библия говорит, что нельзя бояться и Бога, и человека. потому что если вы обеспокоены тем, что человек думает о вас, тогда вам нужно подтверждение от человека. И вы тогда пытаетесь жить по человеческому мнению. И люди часто, особенно подростки, ведут себя так, чтобы заслужить уважение у окружения. Чем больше безопасности чувствует себя подросток и ребенок в доме, тем меньше он будет искать вот этой защиты у мира. Если вы хотите, чтобы у ваших детей были проблемы, просто не давайте им чувствовать себя безопасно. в их жизнях, и тогда они будут искать других людей, с которыми они будут чувствовать себя в безопасности. И эти люди будут их использовать. Некоторые будут по-настоящему действительно их использовать. И это создает проблемы. И что Бог делает в наших жизнях? Как мы можем измениться? После перерыва поговорим больше об этом. Мы поговорим также о том, что Бог хочет, чтобы мы видели Его таким, как Он есть. по-настоящему Продолжение следует...